Продолжение следует... 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 головы ничто не трогала ничего и никто это не знал я не могу никому сказать потому что я вспомнила одно лицо жене и все это так долго это год два три но помню вот это и одна сестра Катя Иванова она подошла и наверное вот бог через нее сказал знаешь сестра а я решила уже утих надо я уже решила на концерт не ходить англии сестра вот бог по-разному людей идет там очень быстро за три дня а кого-то очень долго значит какая-то борьба идет за твой душу значит бог что-то тебе приготовил особенно что так долго я думаю может быть и правда вот такая надежда появилась а может быть и правда что-то пишет что вот читаю бог не лицеприятен но как-то во мне ничего не приглашал и меня это очень-очень сильно беспокоило я падала 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 через вот это то что у меня бог не любит всех все вижу действия там не такого вот а потом я ждала ребенка ну муж конечно высказал сравнение по поводу того что же что тяжело что делает неверующий а я говорила ну бог говорит ничего нельзя предпринимать ну наверное я только говорю господи ты дай мне мальчика пусть будет слава я только дашь его я ему такие условия пока поставил я его один имя не буду проставлять имя твое и вот дам мне мальчика но когда я об этом узнала я прибежал к мужу говорила будем называть вами петь я там серёжа а он знал мои молитвен я кому-то уже говорила он сказал ну ты даешь ты же самому обещал этот человек неверующий мне так сказал это в библии написано сердце человеческое крайне испорчено это он про меня сказал вот и когда у нас родился славка можно ставить диагноз опухоль головы зрение теряется как если за три месяца он же перестал видеть и тогда я поняла что все все мне идти больше опадать нельзя дальше не нужно устанавливаться и хотя отношение к служителям у меня было такое но я когда дышал церковь петра я поставил сразу на недосягаемую высоту и по складу характер я очень такая ложная скромность как это сказал там обо мне сказал я боялась и изучение со своим проблемами к нему не надо и поэтому люди цветы а я не достойно даже у порога стоять поэтому я не буду беспокоить и но когда был диагноз и уже операция и когда я уже знал о том что человек умрет и роман приходил к нам и молились и он мне сказал ну что ты так за плоти ты за душу бойся но ты согласись с тем что ты за покаянием молись ну что тебе душа а я ведь молилась платить чтобы он жив остался трое детей которым полгода и конечно я была в панике и когда мне роман это сказал я с ним не согласилась а потом молилась ночью говорил я согласна господь забери эту повод на тушу спасти я тогда с этим согласилась и на свадьбу романа муж покаялся мы остановили тогда свадьбу петер снова остановил или он принял покаяние и когда он принял бог изменила диагноз и выделила на мэрия города эти 30 миллионов по тем временам большая сумма и мы улетели в москву и был спецрейс и была сложная операция но и что нам ни врачи не обещали ни зрения не восстановится ничего на же здорово данном а не стоит в зале вернулась зрение ездить на машине и знаете это очень большое свидетельство об этом и вот после всего этого что случилось я поняла я говорила господи да что нет за что мне что-то чем я могу тебе воздать что ты мне детей привел пока нет к покаянию что ты мне дал все с избытки ты даешь мне народ божий вокруг меня ты даешь мне брать и сестер работу и мужа ты все мне за что мне господь я иногда не знаю как как выручить в качество вами и я стала молиться господи все трудятся все работают или такая на бездействию как нахлебница у тебя я стала молиться господь дай труд не дай труд но но это мне призывало трудиться в школе я сказала я не могу по своей роде что у меня дети или дом и семья все-то маленько но я очень хотел я так хотела я не знала что он приготовить на так молилась ну что-нибудь но как-нибудь и вот однажды совершенно случайно не попался сборник стихов бедный мой домашний они устали от меня я бегал за ними читала 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 я читала трава я читала ночью я просыпался не могла спать у меня было внутренне все левое место я не знала что же мне делать с этим но я еще не знала тогда что надо выйти сюда я этого не знала и вот однажды когда я училась на курсе парикмахеров я свидетельствовала своей это преподавательницы и когда я пришла сюда первый раз я так хотела я сижу и говорю господь дай слово вадиму он так говорит что человек сразу придет господу господь дай слово вот это я ему ставила ты что осмотрю романа нет а вадиму нету и я вся в нету умения а также так я как они сейчас уйдут не поймут как благо как он любит что же так что же делать я в панике а потом стоп вопрос а ты что сидишь люди ты люди пришли к тебе сюда ты что ты можешь сказать я сказала я выду расскажу стихотворение мужчина через это слово кто-то станет я вышел вы не поверите у меня я начал спокойно спать я его спокойно в трамвай и не перестала я веду говорю на не оторачиваться и я успокоилась на три дня чисто я у меня опять что-то тут пошло я говорю мне тоже скоро я с ним успеваю учить стихи и вот сейчас я не знаю но я так благодарю богу что вот он не позволил проставлять его имя и вы знаете когда я учу стихи немного плачет я плачу так много что я только я не выйду на сцену пока я не проплачу чтобы здесь на ужин микрофон не заплакать столько вот не через них дает чувствование и я ощущаю все все через них кто-то через проповедь да кто-то через пение кто-то через что а через стихи я понимаю как господь нас любит как он любит и поэтому я вижу лица кто первый раз пришел кто еще что-нибудь вы знаете так мне очень много хочет сказать я буду покороче но сейчас у нас пробуждение на холода побегать на 6 человек 6 человек в общем все трудятся и лариса кривко и и людмила вот рассказ на школе знаете мы как-то много первое время я помню мы бегали за всеми как вот за руку готовы всем говорить о них кабинете по складам и говорите говорите о блоке у нас как-то посмеяли смеялись и с одной стороны даже было обидно что они нас принимают маленько чуть-чуть нормально а потом однажды было такое я нахожу на склад завёртся они говорят ну ты знаешь маленький альфор не изменилось так что ничего не меняется а если вы это говорите то что вы нарушили а что внутри было только я оснасна что у меня было внутри и сколько Бог у меня очистила всего стихотворение рассказать я с удовольствием расскажу только вы меня простите если я маленько собьюсь я без подготовки наклонившись благодать называется наклонившись низко он писал сердцом а толпа с блудницей стала предхристом моисей велел нам побивать таких ну а ты что скажешь и народ затих кто из вас безгрешен первый камень брось и опять склонился над землёй Христос толпа немела замерли уста что теперь им делать после слов Христа молча ждёт спаситель и толпа молчит словно одно сердце у людей стучит первый 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 вот если бы второй и если бы вдруг сразу все этой толпой я бы её блудницу бил темнее всех но сказал он первый первый это грех разве я безгрешен разве лучше всех и зачем на сердце брать мне этот грех хоть в день разграта не повинен я всё равно не святая внутренность моя всё равно не святая внутренность моя может кто безгрешен только лишь не я и людская совесть стала мне судья на старцев устремили взор и на тех кто чисто звался до тех пор первый круг покинул старых сединах за ним тянулись знающие страх все ушли не смея голову поднять и остались двое грех и благодать что ж спросил учитель осудил ли кто и в ответ услышал господи никто женщина Иисуса Богом назвала и приняв прощение жизнь приобрела благодать коснулась гибнущей души отправляйся в мир и больше не греши древние те люди что ушли тогда нехали друзьями к Господу Христа их погнала совесть по своим домам как необходимо это помнить нам Женя, ты хотел с кем-то быть, да? нет славы нет карманских земляного нету Юры Жалко ну да Показал сейчас в 92-м году летом к нам пришли в Брайке из Швеции я покаялся на мир на служение Мы через неделю пришел в эту церковь после вот этого холестболтийского служения, то есть мне настолько понравилась наша церковь, то есть по моим представлениям то, что происходило здесь, это больше, ну, проходило действительно на бога служения, то есть мне очень понравилась наша церковь сразу же. Но, к сожалению, из-за того, что еще в мире я как бы нападался, там, в массе всяких комплексов, я очень мало общался на первых порах с молодежью, я как-то больше оттянулся к людям более старшего поколения, то есть Гена Сайфулина, как и у вас Юра Семлянов, там, Олег Черепанов, в общем-то с ними в основном общались. Поэтому, ну, раз у нас сегодня историческое, ну, молодежное такое историческое служение, то, как бы, к сожалению, вот эти два года, 92-й, 93-й, как бы, у меня такого общения с молодежью практически не было. Ну, заветки на исключение, но как раз Роман в это время приехал, то есть тоже никого не знал, мы там с ним подружились, Дима Ведов пока раз. Вот, ну, а то есть в основном ситуация была такая, что, то есть я как бы никому, ну, не стремился вообще, и меня вроде как никто не замечал. Ну, сейчас мы мне недельку дали, такой жизнью пожить. Я вообще рад был. А тогда меня это как-то угнетало, понимаете? Ну, все в коем-то изменилось. Когда я принял вводное решение, и как раз тогда в жизни молодежи, ну, принялся, ну, начался такой этап, скажем, который я бы мог охарактеризовать отрывком журновой силотворения. В районе Азов был старинный дом, где жил Роман, куда молиться часто молодежь ходила. И там под бабы Любинным крылом, и жил вместе с Роман, и тем известнее, бывает, этот Дима. Ну, он сейчас уже в Казахстане. Вот. И действительно, и действительно, вот тогда, как-то, я не знаю, вот, молодежь, действительно, она вот так загорелась, мы очень много молились. К сожалению, вот, и хотя мы проводили там у Романа дома, приходили в молодежном служении по субботу. По мне, официально, с разрешения в празднике, да, то есть все было закладно. Но, к сожалению, только, во-первых, туда могли приходить те люди, которые, ну, не были так обременены вот всякими заботами, детьми, семейными, там, вопросами. И, второе, что мы, конечно же, очень много там молились. Поэтому, как бы, ну, так уж получилось, что прошло некоторое время, и, как бы, на эти служения стали ходить в основном люди, которые, ну, такие были ревностные, то есть, которым нравилось молиться. Ну, то есть, я не хочу сказать, что там был самый хороший, вот, чтобы они все у бабы любят. Нет, ни в коем случае, потому что, даже в то время, ну, то есть, молодежь, какие номера покидывал, а что? А вот, однажды у меня ночью папа будет, то есть, уже, ну, второй час ночи, и он мне говорит, Женя, к тебе сестра пришла. Ну, вот, то есть, я выхожу, знаю, правда, часа, и у меня из-за стены один выглядывает, второй, третий, ну, очень много их было. И меня, в общем-то, в квартире, там, в племенистную жизнь я начинаю, вот. То есть, ну, понимаете, то есть, сейчас это уже, конечно, то есть, новая молодежь, так не надо делать, то есть, просто, знаете, ну, мы на это потом споткнулись. Блин, ну, не в этот раз, в другой раз были уже плохие подсессии. То есть, да даже вот, потом Петр, когда он узнал, казался мне, то есть, он так с нами потом строго разговаривал, то есть, ну, это все нам пошло в пользу. Еще, знаете, я выходил еще несколько, я о друге должен говорить, но я еще два слова скажу, о туркине, о которой, кроме меня, никто не скажет. Это было примерно в девяносто пятом году, мы тут, ну, я тогда пел в хоре, Роман пел, Дима Ветров пел, и Дима Черкасов, он постоянно был в церкви, то есть, в любое время суток, только он ночевать домой ходил, и вот как-то такая традиция уж выработалась, что, ну, вчетвером, Дима и я, Рома, шли в больную любви и по дороге заходили ко мне на кухню. То есть, ну, естественно, четыре холостых брака, на столе с девчонкой вопрос, ну, естественно, тема понятна, какие там были, то есть, и я считаю, что в девяносто пятом году можно считать, что у меня на кухне варилась наша страна холостком, да? Холостком, это холостком. Что, ну, я не случайно стал говорить вот именно об этом бандолюбином доме, а потому что действительно в то время молодёжь, как-то вот оттуда пошло то, что молодёжь приняла, как бы, вот, я не знаю, приняла, может быть, неподходящее слово, но как-то у нас сердцем зародилось это, что нужно не просто трудиться, а трудиться с постоянством. Дальше я буду за колонию говорить. Начали мы, конечно, трудиться в колонии ещё в девяносто втором году, кто-то важен, а с молодёжью ездил на Аш в женскую колонию и на Зижимку в мужскую малолетку, то есть это уже даже, ну, в одно время это была уже традиция, молодёжь после внутреннего служения ехала на Аш, там мы встречались с братьями молодыми с авангарда, вот, вместе проводили служение и потом ехали к нам на молодёжь, то есть это какое-то время злилось, но вы знаете, братья, что-то, мы тогда действительно все очень горели, мы только пришли к Господу, тогда действительно у нас были силы там для того, чтобы горы переставлять, но, знаете, как только вот всё в этом труде, действительно мы там добились таких плодов, мы видели, что две души были крещены Духом Святим, в одну из них там были такие вот откровения замечательные, да, но потом как-то действительно, когда вот появлялись вот такие трудности, как-то молодёжь всё-таки оставляла вот труда. И вот, может, в то время это где-то 94-й год, да, когда молодёжь вот решила в колонии трудиться, и вот этот труд не прекращается по сей день. Слава Богу! А у нас служение, у нас служение необычное, да, поэтому, если Маринка позволит, ну, чтобы не просто так рассказывать в колонии, да. Я только вопрос об этом. Какого года на телекологии хочу? Сейчас как? В 94-го года. Начало 94-го года. 92-го года вы выходили, но потом был перевез. Я уже это сказал, да. Само начало, до 2-го года. А, с 92-го, да. Я так же могу сказать, это был октябрь месяц, скажем. Ну, ладно. Ну, а вот, как бы, как сказать, потом, то есть, вот, второй, как бы, второй... Рождение. Да, вторая волна вот этого труда, то есть, я, конечно, буду рождение, потому что... А, и хочу начать, начать, ой, с конца. Как раз, слава Богу, что у нас вот это молодежное служение проходит именно в это время, когда мы действительно, братья и сестры, с вами можем поделиться этой радостью. Примерно три служения тому назад одна девочка, наша сестра, которая ходит нам на служение, нам засвидетельствовала о том, как она получила духовное крещение. Вы знаете, я хочу сказать, с 94-го года, это первый раз, первый раз, когда мы видим вот такой явный плод своего труда. И она там не... К нам на служение. То есть, ну да, когда вы приходите в полонию, да, 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 да. Причем, духовное крещение, она получила не просто так. Ситуация была следующая. А утром, когда они выходят на просчёт, там вот пересчитывают дом, проверяют, очень-очень строгие порядки. То есть на просчёте нельзя выговаривать, нельзя делать местные движения, должна быть тишина, за всё это ставят нарушения, за всё это наказывать. И вот её наполняет вот какая-то радость, наполняет какая-то сила, и она потихоньку начинает молиться. И ободумывается сильнее и сильнее, ей всё радостнее и радостнее, а она умом-то понимает, что за это дело всё наказывает, и это она сейчас ещё будет громко. А у неё желание всё громче и громче, и она как-то доверяется, уже начинает громче молиться, громко молиться, потом смотрит по сторонам, ну ладно, и тут уже она завалилась, вообще никто внимания не обратил, представляете, там их пересчитывают, по умениям называют, и она даже не заметила. Вот это вы понимаете, то есть я не знаю, кто там за неё сказал, я, ну видимо так, то есть понимаете, я вот, то есть действительно это чудо, братья, всё, слава Господа. Но я хочу сказать, в начале нашего труда, для тех, кто трудился в колонии, было положение, что путь сужается, и как бы вот это было сказано за тружеником, и сказано, что вот как-то Бог будет отсеивать. И я вот, мы вот с Димой, когда готовились к этому служению, я посчитал, 30 человек трудилось, ну хотя бы раз, приходили там из нашей церкви, приходили и проводили вместе с нами это служение. 30 человек, прошло уже почти 7 лет, и за 7 лет, вот мы как бы достигли, вот, ну, с помощью Божьей, конечно, мы именно увидели вот этот плод впервые за 7 лет. Вы знаете, это очень великая радость, и я просто, знаете, ну, как бы хотел, как бы, двух зайцев убить, и восстановить справедливость, потому что, знаете, братья и сёстры, конечно, сейчас в колонии трудятся 4 человека, но, знаете, каждый из этих 30-ти внёс какой-то вклад своими молитвами, своими, может быть, проповедями, своим, может быть, пением, что, что вот сестра Юля, она получила вот недавно, так, вот это духовное обещение. И я бы, хотя бы, повернем, как я понимаю, я бы, знаете, я для всех, кто живет в колонии, и готовы такие плодающие, что давайте я буду тоже делать. Я называю человека, и, как бы, что с ним связано, с этим трудом, будем маленько прислать. Так, по-моему, интересно будет, может быть, да? Там, конечно, тут не все 30, потому что, к сожалению, большим словом, просто, уже нету в церкви, но, тем не менее. Конечно, первую докладочку я бы хотел подарить Диму Гетову сейчас нету, да? Вот, и Инна тоже, да? Но кто-нибудь Диму передаст? Я хочу сказать... Да, Роман передаст? Я хочу сказать, хотя, конечно, первые служения проводил Роман, но Дима Гетов, это действительно брат, через которого Бог вообще этот труд поставил на ноги. И благодаря, вот, его молитвам, благодаря его умению, как бы, нас организовать, этот труд, он, ну, я бы сказал, не прекращается, и по сей день бы до августа. Ну, как-то вот он так поставил это все, сумел поставить, да, серьезно, но бы. Слава Господу, то есть, эти плоты мы видим до сих пор. Корень, сейчас, Люба, ему передай, пожалуйста. Люба, ты мне передай, пожалуйста. А можно посмотреть, что там у тебя? Да нет, я там был... Красиво, на годолюбочке, смотри. Здесь, в доказательствах, это потом... А на ней написано, ну, допустим, брату Коле на память, на память о труде в колонии. И в местном священном писании вдруг сделалось великое землетрясение, так, чтобы прикрывалось основание темнице, то часто дворились все двери, и у всех узы ослабления. Я думаю, что вот это духовное крещение, это можно сказать, что действительно Бог подтвердил, что для Него нет никакой ни колючей проволоки, ни контрольно-пропускных пунктов, никаких списков, никаких документов. Он крестит духом везде, и вообще... Прямо втрою. Да, я еще забыл одну немаловажную деталь. Юля, вообще, вот эта Юля, это была беда вообще всей колонии. Я вот верующий уже, ну, почти восемь лет. Я прекрасно понимаю, что Бог, вот, как правило, для духовного крещения, вот, для таких ситуаций избирает людей необычных. Ну, даже я не мог предполагать, что Юля получит духовное крещение. То есть, это была, ну, самая-самая... И дальше много надо отрицательных слов говорить, я их не буду. То есть, Бог, это действительно, это там до всей колонии следили. Следующая закладочка этой системы Алища. Вот, да. И сразу, вы не пока сидите. И я вам усвоение внимательно совершенно забыл. Алик тоже был у нас на одном служении. То есть, я не имею в виду ему держаться вот такие служения. И тут просто передать и логича, что действительно этого часа, которое, ну, пока, знаете, пока она с нами трудилась, мы не знали никаких проблем ни с документами, ни со списками. Она как бы там со всем этим договаривалась, и она получалась действительно. Ну, слава Господу. Но они с Олегом двое, одна по, первые. Одна по, первые. Вот и в мире, вспоминать. Денька, кто-то еще. Следующая закладочка. Ну, так как, знаете, ее, конечно, к сожалению, сейчас нам не есть, но ей могут передать. Это сестра Наташа Пуздина. А Нина сейчас здесь? Нина, а вот мама здесь. Вот, мама здесь. А, вот, баба здесь. Передай Наташу и скажи, что берите в благодарности за то, что она трудилась в стороне. Ну, вот, Люда Сугарей, я вам сказал, да, естественно, начинал с джиндиста в стороне, Люда дольше всех отсеял. Она дольше всех ходила, дольше всех трудилась, и, пожалуй, если бы не один брат, то она бы еще дольше. Так, ну, то есть, вот, вам позвали. Один брат виноват. А вообще, знаете, трудно так, ну, точно, почитать, но, может быть, даже Люда Сугарей вообще дольше всех в этом труде пребывал. Слава Богу! Братедик, она и космоса здесь. Я хочу сказать, что Сугарей ему произошел тоже такой интересный случай. Братедик, первую слуху, я сказал, как раз, в Коломене. И, брат, тогда уже Дима ветер, что мне как бы доверял проводить сражения, и он мне сказал, брат, Ледику не при каких обстоятельствах ничего бы не давать. То есть, пока, то есть, вот, то есть, дашь ему, когда я буду на служение. И вот это сам, вот, и, то есть, произошел такой случай, когда все были на служении, он дал ему слово, братедик, первый раз сказал, да гу пробуй. Дима, где-то, у него не было слов, он говорит, теперь можешь без меня, как тебя эй, С нами в колонии, в общем-то, с самого начала, пока не, ну, так уж получилось, что до последнего служения, ходят большими деревьями, трудился с нами, брат Роман. Видать, я обожаю. С братом Романом, ну, тоже, в моей жизни, такого случая, я думаю, стоит его рассказать. Когда Дима Ведов, ну, трудились в колонии, с братьев, я и Дима Ведов, была возможность, так же, брата Романа посещать. И вот Дима Ведов говорит, все, я не могу, будешь проводить служение, а сам пусть. Ты уже, бери, бросай, давай. И я договорился, все равно, я говорю, Роман, вот Ведов не может, давай, пойдем в колонии. И Роман, ну, какие-то обмене, конечно, пойдем. и в самый последний момент, это было уже, помню, воскресенье, я так понял, что мне придет вот самому. То есть, Роман не пошел. Вы знаете, ситуация была, вот, действительно, не журяна. То есть, обычно, мы приходим в колонию, кто знает, нам там выделяют какой-то угол, там, или кабинет, или на улице, где-нибудь, на лавочках. К нам приходят вполне определенные люди, которые к нам ходят постоянно. А вот тут мне говорят, что, понимаете, у нас так ситуация сложилась, мы не могли бы беседу провести за всего отряда. И, понимаете, я выхожу первый раз, на меня смотрят 200 глаз, которые, явно, то есть, против вольких сюда привели, которые не хотят для себя. И мне им надо что-то говорить. Понимаете, времени молиться, вообще не было, нуждаться тоже не было. Действительно, тут, ну, как бы внутренне, я, конечно, молился. Но я хочу сказать, на этом служении еще была Люда, Ольга, и Сергей, Сергей Баженов, к сожалению, вот тоже с нами. Нет, вы знаете, такого четкого и слаженного служения, такого благословения, у нас на служении, я возьму на себя ответственность и скажу, не было больше никогда. Потому что мы там действительно дружелю понимали по губам. То есть, я проповедовал, сестры ищут псалом в этом время. То есть, открываем псалом точно тот, который надо. Поем псалом, у меня уже ну, то есть, все четко, как по расписанию. Ну, представляете, 100 человек, первый раз в жизни служение проводил. То есть, я оттуда вылетел, как на крыльях, действительно. И вот, то есть, благодаря тому, что роман не пошел. А чаще так делай, Рок. Сестра Лариса Миронченкова, да, тоже, слава Господу, она очень долго трудилась с тобой, и по части, я не знаю, если бы ее не было, то я не знаю, как бы мы там пели вообще без нее. Сестра Инна Ветова. Я говорю, нет, да, за Инну хочу сказать да, роман, да, следующее. А, мы когда братом, Димой, дедом составляли вот в списке всех, кто ходит, я вот не знал, почему, но я ее вообще не помню. Вот, между тем, она ходила очень много, то есть, долгое время, то есть, так что видите, какая скромная сестра, даже я ее не заметил, есть кого пример знать. Вот, еще одна закладка будет для сестры Лили. Про сестру Лили я могу сказать только одно, вы знаете, когда кто-то перестает ходить в колонию, еще на протяжении некоторого времени там девочки о нем спрашивают, задают вопросы, как он там поживает, почему же приходит, когда придет. Вы знаете, по-моему, про сестру Лили, вот, даже не верующую, вот, кто был на тот момент в колонии, пока все не вернули. То есть, очень долго про нее действительно спрашивали, передавали приветы, интересовали, и я действительно хочу сказать, что это, пожалуй, была единственная сестра, которая к ним относилась с такой любовью, что, как в слове написано, возлюбитель друг друга, любитель друг друга с нежностью, да, она действительно вот с нежностью какой-то к ним относилась. Я не знаю, страшно, наверное, да? Спасибо. Брат Генов, он был у нас на двухслужении, это второе служение, словом присутствует, я запомнил вообще свою жизнь. И вот, наверное, помнил, даже когда выдаю убилать. я не знал, вообще, когда это есть на таком большом служении. Ну, скажем так, первый раз, наверное, вообще для девочек молодой парень, но там все события, когда он пришел на второе служение, там собралась всякая. Может, поэтому он больше не хочет? Да, наверное. Сестра Марина. Ну, сестра Марина в комментариях не нужна. Сестра Валя Мироновича. Нет, Саша передать может, Саша передать. Правой я хочу сказать, ну, к сожалению, я тут нет, но я вот не обманчил, когда где-то у меня Дима стал намекать на то, что когда-то придет такой момент и тебе придется заниматься колонией, я ему сказал, забудем это, выброшу ты из головы. И вот Оля однажды мне сказала всего два слова, она сама, конечно, не помнит, которая, а? Захарова, да? Сказала два слова, которые действительно помогли мне принять это решение, то есть не спорю с Бостоном. Какие слова ? понимают, они меня с отрицательной страдают, выцеливают. Вот. Брат Саша отрывков процессы чудо тоже придумал, но забыл же. А я ему потом длительница скажу. И остался брат Мадис, но это как бы наш колонийский служитель, да? Вот. Вот. Ну и, конечно, хотелось великую благодарность высказать сестре Ольги, сестре Таня, 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 и брата Сергея, вот когда они этот труд оставят, я им тоже закладочки подарю. На память, ну, сами, друг с другом, ты будешь как-нибудь договорившись. Вот. я хотел бы добавить Жене. Очень интересное свидетельство у него было. Ну, я в обиде несколько остался, что он мне карточку не вручил. Поэтому я, я персонально заказываю большую карту. Дело в том, что в начале девяностых годов, когда началось пробуждение в Томской области, вообще и в городе, это было очень сложно попасть в тюрьмы, в колонии, в места заключения, потому что это все было в нагье, это было все необычно, и поэтому спрашивали всегда, кто вы, какие вы, откуда вы. Когда я там уехал, приехал тоже и горел, то я подключил их этих молодежи, и они просили, Виктор Иванович, ты не можешь ли нас там в тюрьмы? А как раз так вот случилось, что всеми тюрьмами, всеми колониями заведовал мой хороший друг, очень близкий друг, Владимир Васильевич. Я звоню Владимир Васильевич, вот мы такие тут верующие, слушай, отвори нам ворота, он Виктор Иванович для вас все разоткрывается, и открылись для нас ворота. Это и колония, мы поехали в первую колонию, мы поехали в четвертую колонию, и везде проповедовали, и я об этом писал, об этом писал, и свидетельство уже в газете. Но я не об этом даже хотел бы свидетельствовать. Я хотел сказать, что написано, трудноослечитель перед Господом. Вот как он говорил, Женя, очень важно сегодня, да, они постоянством своим берут эту колонию девочек. Я там дважды побывал, тоже на служении был, в 92-м году, в 93-м, еще до этого, не в 94-м, а в 92-м началось там. И там очень интересное было служение, я там с руководителями разговаривал, брал интервью в них, там это все. Ну, и вот я о чем хочу сказать. Когда я писал, и там много потрудился в Толе Пажин, очень много. Он постоянно туда ездил, он имел с ними связь, с молодежью. Он прослеживал, когда они уезжали, когда они освобождались, он получал письма от них, очень много писем. И однажды он передал мне эти письма, знаете, целую пачку. Я читал эти письма и был удивлен. Я со слезами читал эти письма, как бывшие колонистки вот эти вот. Они были преступницы, очень жестокие были некоторые преступницы. Хаялись в том, что они совершали. Плакали, принимали Господа. Они разъехались во всей России. Со всех концов писали им эти письма. И он отдал мне письма. Говорит, Григорий Иванович, может, ты используешь свои статьи? Я когда читал, я был поражен, что труд наш перед Господом не тщетен. Нам кажется, мы проповедали, и о нас забыли. Нам кажется, мы проповедовали и нас не слышали. Слышали. Какие письма? Письма покаяния. Они оставили те дела. Они забыли те дела. Они многие стали верующими там, по своим местам, в своих городах. Приходили в церкви и там каялись, и там принимали Господа в свое сердце. Это были удивительные письма. Это были удивительные письма покаяния. Поэтому рассказ, Женя, я добавляю, что действительно молодежь это прекрасная, это горящая молодежь. Я помню, как они все это там очень красиво, как они там проповедовали, как они там растили, как они говорят, что их девочки вообще там благотворили на них. Я помню, как при этом сцена у них такая была большая. И многие ушли из той жизни прошлой в хорошую жизнь верующих людей. мне очень жаль, что сегодня нет многих тружеников, которых я хотела сюда, чтобы они рассказали о своем труде. Это Максим Килипенко. Очень хотелось бы послушать его. Он тоже очень интересно трудится. Ну и многие другие. И я тогда немножко сама скажу о трудах. Вы знаете, иногда люди ходят в церковь, и вот как свидетельство Лаевали, они не видят себе применения. И таким людям обычно трудно. Но они как, ну, ходят, что, ну, понимают, что здесь хорошо, здесь, ну, добрые нравы. Но если они себя не находят в труде, то таким людям трудно быть в церкви. А есть другие люди, которые нуждаются в чьей-то помощи. Ну, знаете, поскольку мы знаем только тех, кто трудится обычно, они как-то более на виду, мы к ним и обращаемся, так? И вот, ну, в частности, ко мне я вам скажу. Очень многие сестры, братья обращаются, вот это надо сделать, вот это надо сделать. И я порой думаю, Господи, ну, мы уже так заняты, ну, как, ну, ночью, как-то утром, где находить время? Ну, хочется, от всей души хочется, ну, разве можно Господу отказать? Я не могу, я не знаю, как вы, я не могу вот найти в себе силы сказать, нет, я не буду, нет, я занята, я не могу. И вы знаете, как вот в последнее время, особенно, когда я готовилась к этому служению, у меня родилась такая мысль, что каждый из нас должен молиться, чтобы найти себе применение. В общем-то, много говорилось об этом в церкви. И я, забегая вперед, хочу сказать, что когда кончится это служение, мы решили сделать такой банк талантов. кто из вас может послужить хоть чем-нибудь, хоть связать носки, кто-то умеет готовить, кто-то умеет рисовать, кто-то, что вы только можете малейшее сделать, я хочу, чтобы вы внесли себя в этот банк талантов, чтобы мы могли вас востребовать. то есть я уверена, что каждый из вас нужен Богу, что каждый из вас может послужить для Господа, что каждый своим малейшим трудом, кто-то умеет красить, кто-то умеет делать стулья, кто-то что-то еще, и может быть, вам это кажется, что ну зачем это в церкви, я вас уверяю, что это необходимо в церкви, что это нужно Богу, я вас уверяю, и порой мы не можем найти, ну, сделать что-то элементарное, и я бы хотела, чтобы вы за оставшееся вот это время, сколько еще будет длится служения, подумали, чем вы можете послужить для Господа. Пусть это будут две лифты, это будет малейшее, но чтобы вы внесли в этот банк талантов свои данные. А сейчас я хочу пригласить брата Вадима, он тоже уверовал у нас через труд наших братьев, или может быть мы споем псалом, давайте, наверное, сначала мы споем псалом, вперед-вперед, Господь зовет. Дорогие друзья, братья и сестры, знаете, слушая все эти свидетельства, свидетельства того, как живой Бог проявляется в жизни, им же самим избранных людей, сидишь и думаешь, ну как, слезы просто сокрушения и умиления, какую милость явил нам всем Господь, нас из такого и сего избрав, в нас живя и через нас проявляя. Слава Господу, да, слава Богу, всеми этими чудесами. В 95-м году, летом, и меня нашел Господь Молчанова. Я тогда, не нужно было меня убеждать, что я грешник, я это все прекрасно понимал, но не знал, что с этим делать. Томление от того, что, от ожидания близкой расплаты, оно меня постоянно загоняло и лишило меня сна и всего такого, хотя снаружи наличие всех вот этих благ, которые есть у человека, было в избытке. И тут я встречаюсь с людьми, это Юра Землянов и его супруга, встречаюсь с ними, они говорят мне о Христе, и я понял, вот это та самая жизнь, которую я искал во всем, но нигде не находил. А они мне как раз о ней и говорят, мне так это понравилось, и что вход в эту жизнь настолько простой, меня это так тронуло, я обрадовался, через три дня покаялся, пришел в эту молчановскую церковь, ну вот этот двухэтажный дом художника бывший там, Владислава Федяинов, он там жил со своей семьей, проводил там служение. Я сидел и помню, как меня настолько сильно одолевал сон, я думаю, быстрее бы все это кончилось, такие мысли приходили, чтобы я спокойно уже мог выспаться. И люди меня долгают, все, вот, кается нам, давай, время пришло. Я покаялся, за меня церковь молится, я смотрю в окошко, и на мои глаза становится совсем другим то, что я там видел. Казалось бы, такой там пейзаж, какое-то здание, решетки там в окошко, что там видно. Но они такими красивыми стали, такими хорошими. Я думаю, как хорошо все вокруг, такая радость меня посетила. Бывает, мне как-то замечают, говорят, Вадим, ну ты чрезмерно эмоционально надо с этим делом поменьше как-то, не перебарщивать. Но я другого не мог объяснить, как это все происходило. И я, потом мне объяснили, потом я понял, что это было переживание нового рождения. Вот моментально, только ты сказал, Иисус, войди в мое сердце и моментально ты переродился. Слава Господу. Моментально, вот они, секунды, и ты стоишь в другой, и у тебя понимание, что все, то, что ты делал до этого, нужно все это выбросить, выкинуть, никогда к этому не возвращаться. И Бог меня от этого всего освободил, ну я так скажу, очень быстро. Затем я начал ревновать за Духи Святом, думаю, ну как все молятся, я прихожу в церковь, скажу несколько слов, ну и все. А они такие радостные, такие счастливые, наслаждаются, молятся, радуются Богу. Я этого тоже хочу. Начал ревновать об этом, молиться, просить, и тут дьявол меня буквально несколько раз, такие были случаи, что он меня буквально чуть не убил. На самом деле, старался убить меня, когда я молился, может быть, я как-то скажу так, оно будет как-то для кого-то страшно или что, но Бог заступился за меня, когда видел, я говорю, я больше не могу это сопротивляться, потому что меня так разматывало, бросало во все стороны и буквально на все эти железные блоки там от маза, там от двигателя на них летел. Но в самый последний момент, когда только я до них долетал, меня какая-то сила возвращала от них обратно. И в конце, измученный, я приехал сюда, говорю, братья, брату Петру, то я говорю, вот так и так, говорит, хорошо, давай, приезжай, потом будет в один из воскресных служений, мы будем молиться за тебя. Я понимал, что это духовные силы, но как с этим обойтись, не знал. И молились, и произошло великое освобождение, слава Господу. Это, меня струят, и воды лились, даже потели такие места, которые вообще у человека не потеют. Я думал, там, наверное, пор нет, вы понимаете, среди пальцев все текло, из меня столько воды вытекло. Я думаю, Господи, вот это вот есть баня возрождения, обновления Святым Духом. Слава Господу. Освобождение, когда в радость приходит Дух, радостью наполняется сердце, и ты все, ты свободен. Если Сын Божий освободит, тогда истинно свободны будете. Это истинное освобождение произошло. Слава Господу. И потом, вот эта жажда, вот сейчас мы как раз подошли к тому о труде. Это жажда довериться Богу. Господи, ну написано члены, орудия правды, это же члены Христовы. Ну ты употреби. А для чего больше жить на этой земле? Что здесь больше делать, если не быть использованным Богом? Для чего больше ничего такой радости не предоставляет? И знаете, так молился, просил, и искал где. Сначала было такое, что я попал в общение с братьями там северские, бабушки. Но я чувствую, мне этого мало. Как знаете, как кислороду надо в ноль, а там тебе порции маленькими такие дают, ну не могу мне всю грудь распирать, больше хочется кислорода. И я молился, говорю, Господи, ну где, чтобы больше? Как? Помоги. И вот на одном из служений, я хочу на это заострить внимание, чтобы мы все понимали, насколько это важно в начале христианского пути. Я, это было праздник жадных, я сидели мы здесь за столами, и вдруг мы начали беседовать, так знакомиться, а все-таки люди, как будто я их давно знаю, такие радостные, мы запросто так говорим, и вот, брат, жечь, я захочу, ты говоришь, Ваня, давай к нам приходи в гости, мы познакомились, так же, я думаю, ничего, ты не первый раз вижу, они мне говорят, приходи в гости, такие простые, как будто уже давно знакомые, вот, и мы, мы с супругой начали так приходить, так затеялось такое, так общение, больше узнали друг от друга, и понимание того, что Бог-то хочет какое-то дело совершать через всех нас, оно не давало мне покой, я об этом молился, но сдался, Бог прийти в духом, не дерьзёт, и, ну, думаю, ну, а как молиться, там времени, там нету, думаю, где, дома там, с подселением мы живём, и я, думал, прятался на чердаке, там, думал, в уединении, а это там двухэтажный брусовой дом, здесь прохожие, все люди ходят, а жена моя потом говорит, там были бесплатные иммунизации, там, наверх, крыша, одна только шипер отделяла этих людей, от Вадима, который там молился, на всю эту улицу, но это было так, что просто я что-то не понимал, но так искренне молился Богу, Бог слышал меня, отвечал на все эти молитвы, и потом я увидел, что, те же думаю, ну, где этот огонь-то, где вот он горит, потому что мне не хватало вообще, там, допустим, сёстрами, с бабушками, где-то сюда, мне не хватало, и смотрю, начал я об этом молиться, и мне такое, как разумление, поправляет меня Бог, что думаю, больше с молодёжью будет, здесь когда поживее, здесь всегда горит огонь, и смотрю, как-то так управляю, крестьяне протягайтесь, и проповедуй, пожалуйста, думаю, какая радость, а тут ещё больше, открывается вход палаты, открывается вход учебные заведения, пожалуйста, неси Евангелие, всё, какая радость, думаю, вот это хорошо, и дальше, и мы совершенно труд видели, насколько Бог поощряет к этому труду, милость являет, домашние заботы, но они так, Господь, и всё управляют, и на самом деле, всё управляют, поэтому вот сегодня, брат, вот и сказал об этом, чтобы искали Царство Божие, вот это было, как горним заботились, а там как-то всё, оно ходом само шло, само всё управлялось, слава Господу, Бог никогда не оставлял, и очень щедро выходил на встречу, я хочу поделиться просто чудесами, ну немножко, у каждого в жизни их много, как только обратился, я свидетельствовал одному человеку, говорю, ты знаешь, вот это же мой Бог, и он говорит, ну давай сядем вот здесь, на скамеечку там, под окошком цеховым, мы стели с ним на скамейке, я ему говорю, поехал по делу, забыл про дело, начал бы свидетельствовать о Кресте, и говорил ему, и вдруг меня какая-то сила, как, прям на него, как бросил, и сверху вот это, окошко вот это цеховое, оттуда у Ошибина, вот такая вот стеклянная форточка, она вывалилась, и прямо на то место на скамейке, где я сидел, упал, в гребезге вся разлетелась, он подскочил, смотрит на меня такой, весь побелел, я говорю, ну ты видишь, это Бог, с которым я тебе говорил, вот видишь, как Он меня сохранил, ты видишь, что это живой Бог, он, что ему сказать, ну что же сказать человеку, он Бог действует, и затем, я говорю, Господь, ты сказал, что мы должны заботиться друг о друге, помогать, ты же видишь, брат нуждается, что он с детьми живет в палатке, это же ужас вообще, а мне с работы, как я же работаю, как раз сезон дворником, летом, самая работа, я прихожу, помолился, и прихожу, говорю, ну отпустите меня в отпуск, Ани, нет ни в какой, ты недавно устроился, ну тогда без содержания, смотрю, пока они расположили сердце, ладно, иди, и мы там целый месяц, Петро, с братьями, строим, в радость, общаются, ничего не они держат, потом прихожу, а это на работу, они говорят, те, что ты дни не работал, но перед этим работал хорошо, поэтому у тебя здесь выпуск, без содержания, все тебе поставили восьмерки, а потом я думаю, вот это хорошо, вот Бог заступается, и тут же мне говорят, ну иди, тебя еще там начальница ждет, какой-то сказал, что ты зашел, я прихожу, они говорят, ну что он раздался, пиши заявление, мы тебя переводим на садехники, то есть это более оплачиваемая работа, почти что в четыре раза, и намного меньше времени, и усилий тратишь, на то, чтобы деньги заработать, это чудеса, понимаете, Бог видел, что мы ему верность оказываем, направляемся к тому, чтобы Бог использовал, Бог все остальное управляет, слава Господу, и это еще очень много в жизни сейчас, просто нет времени для этого говорить, и когда дальше это служение, ведет он, я вижу, что уже и там как-то чесновато стало, господи, как, тут про рыбницу, слышно, что там колец образовал, там братья учатся, благословение, все учение, и вдруг я уже где-то успокоился, так, ну надо учиться, все, и в один из моментов, мы как-то работаем, помню, и братец мне говорит, так внезапно, ну что, Вадим, в рыбницу едешь, я понял, это мне, Бог говорит, пора, помнишь, ты молился, просил, вот я тебе, да, конечно, еду, собирается, брат, Вадим, с Олегом, вон, нас благословляет, туда приезжаем, там думаю, господи, как это, такая концентрация благословения, я таким словом скажу, в нас встеляет, я думаю, господи, у меня емкости не хватит, столько все это принять, в такой короткий срок, но ты расширь, и я, когда так молился, в таком сокрушении, и смотрю, Бог мне говорит, вот свои драгоценные сестры, молятся на тебя, и я помолюсь, их делаю, слава Богу, и знаете, как-то я особо, не знаю, как то, а я как-то особо это ценю, и переживаю, вот эту окруженность молитвами святых, слава Господу, я благодарен вам сейчас, братья и сестры, что вы постоянно молитесь за нас, молитесь за меня, молитесь за служителей, это великая помощь, аллилуйя, слава Богу Христу, поэтому, и я видел, мне так становится легко, так легко, это вмещать, все понятным становится, и дальше я приезжаю, думаю, Господи, ну как ты, ну вот это, где-то чрезмерная такая ревность, она бывает, я из-за нее где-то и страдаю, но я ждал, думаю, наберусь терпения, буду ждать, пока Бог сам скажет, давайте первое здесь, я ждал, мне томительно было ждать, я вам ничего не скрою, было трудно ждать, и потом смотрю, говорят, вот, брак, теперь здесь, и тут, то ли, еще барьер говорит, надо в моряковке трудиться, о, думаю, моряковка, ну сейчас, приезжаю, а там как попал я в струк, в эту, в обработку, потому что там, такие разные характери, разное все, и там столько нужно смиряться, оказывается, всех нужно вмещать, оказывается, труп-то это делается с любовью, а не нахрапом, тут твои знания, это подожди еще, главное, это любовь явить, вот тут я увидел жажду, и знаете, увидел в том, что у меня великий в этом недостаток, но Бог во всем благословлял, и выходил навстречу, и о том, что в труде, я хочу сказать, знаете, один брат как-то, предлагал часто одному брату, служитель, пастырь, предлагал одному брату, говорит, ну ты, брат, будешь проповедовать, слово есть, нет, все время ссылался, как-то на различные обстоятельства, и он как-то вдруг его увидел в автосалоне, он был рекламным одетом, какого-то там фирмы по распространению автомобилей, и он вдруг его увидел, как он красиво расписывал достоинства какой-то новой марки, там автомобиля, так убедительно, там не хочешь, купишь, и он подошел к нему и говорит, брат, если ты так людям сказал о любви Христовой, ты знаешь бы, как это послужило для того, что многие души спаслись, они познали Бога, и он потом начал проповедовать, понимаете, поэтому, когда мы молимся, говорим, Господи, как ты хочешь меня использовать, чтобы ты прославился, мы это искренне желаем смирения, для того, чтобы себя прославить, там где-то показать, мы увидим, Бог сам будет нам показывать, Бог вдохновит служителя, обратит на тебя его внимание, и он скажет, брат или сестра, давай, вот там и там, есть возможность, вот тут ты уже не останавливайся, уже бери, что тебе предлагают, трудись для Господа, в этом все прославится Иисус, слава Господу, и видите, если Бог нас призвал, возвещать его совершенство, это на самом деле и есть тот труд, когда предлагают, его нужно просто с ним согласиться, и брать, молиться о нем, это твое дело, это твое дело в церкви, и когда, вижу, видел здесь просто начались стройки, вот этот дом начали строить, там пристройку, думаю, как хорошо, столько братьев, всегда общение, понимаете, тогда мы нуждаемся, Бог обязательно нас в труд какой-то вводит, встает нам его, но тут нужно взять и нести его, и мы увидим тогда, здесь будет и благословение, здесь будут и чудеса, здесь будет и действие благодати Божьей, здесь не будешь смотреть на какие-то там, обращать внимание на недостатки, тебе главное, вот, труд будет, забота, и здесь и будет именно этот духовный рост, о котором мы много говорим, много проповедуем, но если за труд не беремся, то, знаете, это все будет просто словами, поэтому, братья, все, что вы видите, вам предлагается какой-то... сегодняшнюю молодежь в техно-сцену. Вместе с руководителем молодежи желательно. в техно-сцену. Вместе с руководителем молодежи желательно. Вместе с руководителем молодежи желательно. Проходи, проходи, проходи. Молодежь приготовила нам салон. Они скромные, стесняются пока свидетельствовать и громко о тебе говорить. Кому я не предлагала, все сказали, кроме одного. Эрик! Прятался. Эрик, ты нужен! Давайте сюда поближе, что поставите. Эрик! Они приготовили нас в столовой. Давайте мы выслушаем, а потом продолжим. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И как символ этого огня мы сейчас будем передавать факел. Это священный огонь, который разгорается над миром, огонь Святого Духа. Пусть он пройдет через ваши руки, через ваши сердца, через все существо ваше. И пусть каждый частичку своего сердца отдаст сегодняшней молодежи. И когда этот факел придет у молодежи, мы помолимся о ней. Я думаю, еще брат Петр Петр скажет слово. Поем «Священный огонь разгорается над миром». Священный огонь разгорается над миром, Родная греховную спященную, Встает молодежь, обращается к Богу, И дружно относит хворенье ему. Встает молодежь, обращается к Богу, И дружно относит хворенье ему. В Европе Америки, в Америке, в Америке, в Жирской, Встает молодежь, обращается к Богу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И чтобы сегодня эта любовь! Добро пожаловать на наш канал! 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 Откровение было. Для молодёжи молитва шла. Настолько сильный поток воды, живой был направлен для молодёжи, просто вот вода сильно бежала, такая сила Божия действовала. И знаете, Бог так показал, что молодёжи не хватает в районе праведности, и чтобы через волшебность были припаятся на истинной. И я как бы, ну так думаю, Господи, им же ищет веры, им нужен иметь, что я уже чисто так молиться стала за другой, а Господь говорит, они имеют многие, ищет веры имеют, и меч имеют, и шлем имеют, но как бы вот это всё, ну, их не всегда отрабатывает, потому что нету этой брони праведности, и они несут из-за этого уровня. Потому что ещё кому-то было. Когда Мария так была показана, что как вот, как яблоневый сад, и что-то более того сада, как вот, особенность такая, что как вот, вроде вот пышные такие, яблони, всё как вот хорошее, но как вот плоды у этих яблонов, так не у всех, как вот, знаете, как вот крупные, а у некоторых просто яблок носок, как плоды, как вот, у диких, как вот яблони, такие вот мелкие-мелкие. И Господь говорит, я хочу, как, и знаете, какое-то такое вразумление, что Бог уже так давно хочет, как вот, работать с каждой яблоней, делать, как прививание добрых, как вот этих вот, как знаете, веточек, чтобы потом они давали добрый плод. Но Господь говорит, я жду, когда каждая душа, ну, сделает такое в своём сердце решение, чтобы Господь начал в нём свою работу, свою прививку. И такое, что Господь говорит, что это и больно, это тяжело, это трудно, но это необходимо. И по молитвам следы так показано было, что Бог как вот, приготовил так вот бинты, перевязки, мази, что Господь говорит, я всё сделаю для того, чтобы это было как можно меньше больно. Но нужно решение самих душ. Также было, показано такое видение, что вот усилился такой силы огонь. И такие были светильники, вот они в разной, в разной как степени горящей. Есть такие, вот за молодёжь, когда была молитва, что они такие, как курящий селён. Вот только-только в них огонёк этот. И которые светильники горящие, они как ещё ярче загорелись, от них ещё больше стало света. А которые вот курящийся, как курящийся лён, некоторые из них только чуть, ну, этот огонёк курения, вот только чуть увеличился. И Бог на этом месте, вот настолько вот силой вот этой огненной присутствовал, чтобы желая и этот лён курящийся как воспламенить, чтобы они стали тоже горящими светильниками. Но нужно как еще большой молитвенный труд церкви, ходатайственный труд молитвы церкви за молодежь. И аналогично этому тоже было показано, что были огромные трубы такие поставленные, ангелы трубили в эти трубы, и настолько мощный был вот этот трубный зон, что кто был как к нему невосприимчив, и их слух как бы этот зов пробил, и они стали способными слышать этот трубный зов. Но как еще нужно, опять же, такое внимание определено нам молитву церкви за молодежь, и как будет слух от этого открываться, и все больше и больше будут способными слышать этот трубный зов. Рава Смарина. Как выражение молилось за Вадима, оно такое было за Вадима, что Господь подвел к нему коляску с младенцем, и Вадим вроде так обрадовался, вот Господи, ты мне такое доверил, вот вроде такое нежное, малое, маленькое, и вот как заботу проявить, и вроде как Вадим в таком радости купил велосипедик, купил фломастеры, тетради, буду учить писать, буду учить на велосипеде кататься, а Бог говорит, ты ему это посмотри, это еще младенец, это ему еще рано. На этом наше служение закончилось, я хочу попросить прощения, если вдруг я кого-то обошла, ну, просто я многих я просто не знаю, все, что я знала, я старалась, ну, всех учить, где-то не хватило на кого-то времени, и у меня к вам просьба, если вы имеете что-то от Господа, что похоже с благословением для других, приходите ко мне, расскажите, принесите ваши фотографии, все это войдет в историю церкви, в альбом, ну, просто не думайте о том, что, ну, вот это ради какой-то славы, ради какой-то гордости, потому что, ну, так у нас в планах, пусть Господь поможет, создать этот альбом и создать фильм по истории нашей церкви, чтобы этот фильм действительно послужил благословением, для кого-то может быть пробуждением, для кого-то, может, ну, мы молимся и хотим, чтобы вот этот огонь, он не останавливался, он горел, разгорался, и чтобы, ну, каждый из вас постарался, ну, поддержать этот огонь, как бы усилить его, то есть, если что-то у вас есть, не скрывайте, пусть это послужит к славе Божьей. Ну, и сейчас в заключении, как я вам обещала, банк талантов. Не стесняйтесь, не стесняйтесь свои репты. Я непонятно сказала, или все поняли, или не поняли, что это такое. Как это сделать? Кто чем может послужить, вы уже обдумали за это время, подойдете к людям скачь и напишетесь. Фамилия, имя, отчество, телефон или адрес, как угодно, и чем вы можете послужить. Карточки мы сделаем потом, и я думаю, что поставим их вам в воскресную школу, там больше всего нуждаются. Ну, и, конечно, все остальные. Единственное, я напомню, я мне маленько, может, скажу, что Христос говорит, что и найтись в Нем, Павел говорит, что и найтись в Нем, то есть во Христе, не со своей праведностью, которая законовалась, праведностью, которая от Бога поверит, найтись в Нем. Поэтому очень важно вот этот момент понимать. И, как уже было сказано сегодня, сегодня это темно-то и было, вот, и пояса числа ума истинною. Это необходимо, вот, и необходимо, необходимо, мы получили праведность от Христа, вот, и мы должны стоять в этой праведности благодати. А стоять, это значит, раз у нас новая жизнь, мы должны жить по-новому. И когда наше хождение, мы имеем благодать, и наше хождение угодным Богу, то дьявол не имеет зацепок. А когда мы получили благодать, и мы ее растратили, и мы не имеем способности жить святой жизнью, то нужно поставить вопрос, усилить молитву, вникнуть в себя и в Павло Божье, и позаботиться о том, чтобы научиться хранить, и чтобы, апостол Павел Мисеев, благодать не была тщетно принята вами. Получили благодать, а толку? Такая же греховная жизнь. А толку? Человек не изменился. Или проводили благодать, повод, там пишется, ну, большое, распуску. А на грехе, не изменился, все касался, а жить по грехе. И он не может. Поэтому, вот здесь-то и необходимо. Для чего получать? Мы получаем от Бога правильно, благодать и силу, чтобы, а получили, на самом деле, все же есть новая жизнь, то и хождения будут новые. Новые хождения, естественно, будут новые хождения. То нужно в водоствии, пересчитать слово Божие, ума, истинную, словом Божьим, слове, стоять, в водоствии, и жизнь, она будет новая, потому что там есть сила, жизнь по вашей жизни. Да благотюрия Господь, каждое сердце. Да, все, да? Заканчиваем. И, наверное, будем все с миром Божьим расходить, потому что время уже много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова